Ушел из жизни член Союза писателей России, член Ассоциации писателей Абхазии, народный поэт Карачаева-Черкесии Галиса Ионов. Всю свою жизнь до выхода на заслуженный отдых он работал в строительной отрасли, но поэзия для него была превыше всего. Самородок из Тапанте, именно так его называли. Что интересного было в его творчестве, узнавала Альбина Ламкова. Популярная абазинская песня «Куда идешь, красавица» знакома и любима многими. Автор ее слов – Алиса Ионов. До очередного дня его рождения оставалась неделя, но, к сожалению, жизнь Алиса Ионова оборвалась. Это большая утрата для абазинской литературы. Четкий ритм, интересная рифма с игрой слов, присущая его стихам – настоящая находка для композитора. Слова поэта легко ложатся на музыку, сливаясь с ней в единое целое. Редактор отдела литературы газеты «Абазашта» Ася Джердисова хорошо знала поэта. Они часто виделись в редакции. «Алиса Ионов был светлым человеком», – рассказывает Ася Джердисова. Она не раз сама писала статьи о нем. Общалась с его соратниками, поэтами. Они многое рассказывали о его таланте. Известная поэтесса Мира Длябичева говорила об Алисе Ионове так. Широта его поэтического восприятия, действительности, выходит за рамки повседневности. Отсутствие истинного наставника, который смог бы вовремя преподнести литературной публике самобытного поэта, никак не повлияло на его дальнейшее становление. Она говорила так. Ионов Алиса ворвался в абазинскую литературу внезапно и сразу полюбился всем. Алиса Ионов родился в 1943 году в абазинском ауле Тапанта. Отец ушел на фронт до его рождения и не вернулся. Его воспитывала мама и бабушка. Любовь к литературе привила бабушка, рассказывая внуку сказки. Слушая их, Алиса сам хотел сочинять. Стал пробовать себя в литературном творчестве, но до 18 лет никому не рассказывал об этом. Пришел в редакцию, он рассказывал сам. Пасарбисекову показал свои стихи и Калиджу Кутанову. И они сказали ему, у тебя талант. А впоследствии Керим Махце говорил, это самородок. Так они его и называли, самородок из Тапанты. На основе фольклорных произведений он написал поэму «Как со срока вернул огонь нартом». Очень талантливое произведение. Потом писал очень такие шуточные стихи, без сарказма, добрые, которые сразу воспринимались все читателям. Великий русский поэт Александр Пушкин был для Алисы Кмелевича кумиром. И поэтому он перевел на абазинский язык его две сказки. О мертвой царевне, семи богатырях и о попе его работники-балде. Ну настолько талантливо он это сделал. Ни ритм нигде не нарушен, ни смысл. Думаешь, я тоже вроде знаю абазинский язык. Но как он это смог сделать? Это надо обладать вот таким талантом. Алиса Ионов и сам мастерски декларировал свои произведения. И даже не зная абазинского языка, можно было догадаться. О том, что это сказка Александра Пушкина. По профессии Алиса Ионов был строителем. Он говорил о себе, что если сложить все дома, которые построил, получится маленький аул. И в действительности. Золотые руки – это о нём. Он со знанием, делом, надёжно и с душой, кирпич за кирпичиком возводил дома. Также профессионально он выстраивал и слова в своих поэтических сочинениях. Можно с уверенностью сказать, что вышедшие из-под его пера произведения, как и построенные им дома, останутся вечным напоминанием об архитекторе-строителе и об архитекторе человеческой души. Альбина Ламкова, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаево, Черкесия.